Привет друзья! Меня зовут Игорь и я рад вас приветствовать с солнечного острова Крит. Сегодня вы увидите третью серию наших приключений на острове Гавдос. Кто не видел первые две, я настоятельно рекомендую их посмотреть, чтобы понимать цепочку событий. Эти фильмы можно найти по ссылке в описании под видео. И прежде чем начнется видео, я хотел бы поблагодарить всех зрителей за добрые слова, которые написали многие из вас под нашими первыми двумя сериями. Это очень мотивирует и добавляет сил, желания и энтузиазма снова творить и делиться с вами теми прекрасными, а порой не очень прекрасными, моментами, которые происходят в нашей жизни. Спасибо всем большое! Ну а теперь к просмотру! В прошлой серии мы с вами расстались на вертолетной площадке и поехали на маяк острова Гавдос, которому более 140 лет. Мы приехали на маяк, но здесь такой сильный ветер и здесь оказывается воинская часть, ну такая себе воинская часть, вот и не знаю разрешат ли нам здесь снимать. Мы хотим полетать на дроне, но не знаю, не факт. Ты стучался уже, нет? Стучите и вам откроется. Свободное посещение. Ну собственно вот маяк. Пока нам не запретили съемку, мы маяк покажем сразу. Для тех кто не знает, фарус в переводе маяк, поэтому вы сейчас видите фарус. Вот такая красотень. Солнечные батареи, потому что другого источника электроэнергии здесь нет. А вот мне интересно, зайти туда можно как-нибудь? Попытаться хотя бы. Потайные ходы. На маяке, как впрочем и на всем острове, дул сильный порывистый ветер, заглушая наши слова и убивая надежду покружить над маяком на дроне. Паша рассказал, что когда они были здесь в прошлый раз, воинской части здесь не было. Видимо ее поставили совсем недавно, возможно из-за усложнившейся ситуации с нелегальными перебежчиками. А я решил прояснить ситуацию, поговорив с бойцами. Как раз в дверях появился старший. Это было понятно по облегченной форме одежды и по размеру его закромов с соцнакоплениями на случай очередного кризиса. Поговорил с местным боякой. Он говорит, что человек, который заведует маяком, смотрите маяка наверно, правильно? Он приходит сюда в 5.30, 6, около 6 часов, приходит с ключом и открывает для желающих посмотреть. Но я не даю вам гарантию, что он придет в определенное время или вообще, что он придет, никаких гарантий нет. Хотите подождать, можете подождать, вот скоро он должен прийти. Сколько времени сейчас у нас? В принципе 17.53. То есть теоретически? Теоретически можно. Если мы минут 10-15 подождем. Полетаем на троне, то нам кровь завершили. Отлично. Какие добрые греческие военные. Да, пока мы полетаем здесь, может быть придет смотритель и мы еще зайдем вовнутрь, а там говорят, музей интересный. Да ладно. Вау. Маяк на острове Гавдус расположен в 800 метрах южнее деревни Абелос на высоте 368 метров над уровнем моря на западном побережье острова. Построен он был в 1880 году французской компанией по строительству маяков и в те времена считался одним из крупнейших маяков на Средиземном море, так как был виден на расстоянии 42 километров и вторым по величине в мире сразу после маяка огненной земли. Благодаря тому, что маяк вращался, он был виден со всех сторон этого острова, способствуя тем самым более безопасному прохождению судов между побережьями Крита и Гавдуса. Функционировал маяк с помощью масла и фитиля, как и большинство маяков того времени. В мае 1942 года во время Второй мировой войны маяк и окружающие его постройки были взорваны немцами. Реконструировали маяк в 2003 году, но в настоящее время он работает просто как музей и как кафе во время летнего сезона. Пилотирование дрона требует сосредоточенности и плавности движений, но местные мухи, озверевшие от недостатка влаги и увидевшие чужих, то есть нас, лезли в глаза, уши и рот, не позволяя сконцентрироваться. Надюха, вооружившись щеткой, принялась их отгонять и тут же напомнила мне персонажей старой советской комедии. Правильно, и мух отгоняй. Тем временем, пока мы тут летали на дроне, действительно приехал смотритель маяка. Я думаю, что военный ему позвонил, рассказал про иностранцев с камерами и тому пришлось оторваться от семьи и бутылки холодного пива. Все происходит прекрасно, дамы и господа. Приехал смотритель, я не знаю, то ли его военные вызвали, то ли он сам приехал. Ну факт, что он приехал, открыл нам все заведения, очень добрый дяденька, вот он. Даже у него здесь магазин есть, да, мы взяли водички здесь, поэтому если вы будете убиты жаждой, то вот, пожалуйста, к вашим услугам вода, пивасы, соки и все 30 удовольствия. И здесь, типа, музей маяка. Типа, потому что я слышал, что здесь музей, но я в нем ни разу не был и, конечно, мне это очень интересно. От музея, честно говоря, мы ожидали гораздо больше, хотя затрудняюсь сказать, чего именно мы ожидали. В настоящее время маяк острова Гавдос является одной из главных достопримечательностей острова с великолепным видом на бескрайнее лазурное небо и море. Ну, конечно же, в те дни, когда нет дымки и хорошая видимость. В музее собрана информация о маяках Греции, а также образцы старого оборудования маяка. Больше всего нам понравилось, что можно подняться на самый верх, откуда открывается чудесный обзор во все стороны. Полный вперед. Ух ты, лестница какая, узенькая. Узенькая, неудобненькая. О, тут металлическая лестница пошла. Какой крутяк. И можно аж еще выше, да? Ну ничего, ну все, нахуй. Сейчас, по-моему, военные. Кого застрелили? Военные, подорвайся, схватились за автаму. Вот, мы сейчас святая святых маяка. То есть, здесь когда-то горела лампочка. Сейчас этой лампочки нет, вот как мы видим. А можно гореть как-то, нет? Вот такая красота, дамы и господа. Мы на самой вершине маяка, который когда-то был действующим, а сейчас это просто памятник. Но памятник, хочу сказать, офигенный. Да? Понравилось? Да, Николай Викторович. Все, классно. По этой лестнице главное не... По этой лестнице пьяным ходить нельзя. Поэтому мы много не пили. Да. Еее. Сейчас дяденьку поблагодарим. Такие корюки классные. Они очень колючие. Причем эта экскурсия бесплатная, что немаловажно. Скажи. Да. Вот такой бесплатный бонус, бесплатный музей у нас сегодня. Спасибо большое. КОЛОО ОПОГЕМО. Спасибо. Дамы и господа, угадайте, что это такое. В жизнь не угадайте. Это местная школа, которая сейчас закрыта, потому что нет учеников. Какой-то год был здесь в хорошие годы, когда Гавдос был процветающим островом. И здесь были молодые пары, которые делали, производили потомство, так сказать. Вот. И здесь училось 5-7 учеников. Один год даже был. Здесь был один ученик всего и один учитель. И сейчас учеников нет, поэтому школа закрыта. И здесь был один ученик. Дамы и господа, мы въезжаем в столицу острова Гавдос. Поселок Костри. Даже столицу как-то, ну, неловко назвать деревней. Прям язык не поворачивается. Но по сути-то. Прямось. Прямо. Прямо. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну и все, столица закончилась Да, все, столицу мы проехали И дальше у нас в планах посещение русскоязычной семьи, которая живет здесь Да, да, русскоязычная семья живет на острове Гавдус Кто-то знает, но, наверное, многие не знают об этом Живут уже долгие годы и есть большое желание взять у них интервью Не знаю, будут они разговаривать на камеру, не будут Но мы все равно их поспрашиваем, потому как мы с ними вчера созвонились Договорились, и они любезно пригласили нас на ужин Кстати, стул, на который мы сегодня забирались Это южная точка Европы, сама южная Это построил вот как раз мужчина Мы пока не знаем, как его зовут Женщину зовут Алла С мужчиной мы пока не знакомы Ну, сейчас все будет Остановились по дороге в одном месте Здесь вот куча камней наваленных и церквушка стоит Паша говорит, что был случай, здесь машина слетела в обрыв И якобы мужчина успел выпрыгнуть, а девушка разбилась насмерть Да, и вот, кстати Говорят, что несчастье произошло в 5 утра на рассвете Молодые люди остановились над обрывом и фотографировали море из машины По словам мужчины, которому удалось спастись В какой-то момент машина начала катиться И ему удалось выскочить Девушка замешкалась, запаниковала Свидетелей не было Остается верить, что все было именно так, как он рассказывает Хотя версий было очень много Дамы и господа, как мы и обещали Мы приехали к Алле и ее мужу, которого зовут Алексей Которые обосновались на острове Гавдас и живут уже долгие-долгие годы У них собачка такая ласковая Здравствуйте Алексей Игорь Павел, очень приятно, Леша Очень приятно Как вы здесь живете? Как вас сюда занесло вообще? Столько вопросов Длинная история Длинная история, да Но мы знаем, мы знаем, что Давайте закончим работу, да А вы нам заодно огородик покажете А не будем снимать Ну хорошо, а мы с Надей отдохнем А, так вот вы решили Конечно А я так понимаю, что говорили, что у вас община Что у вас не двое, а больше Больше, да Ну это не община, это школа называется у нас То есть у вас двое еще кто-то ездит? Да, сейчас приедут Сейчас приедут Ооо Но большая часть не здесь За границей А, все, вы уехали? Отсюда называется за границей Ну часть в России Четыре дома То есть, в принципе, вы же, можно сказать, являетесь основателями имена цивилизации на Гавдасе А это чего? Это нужно чистить Это место, куда мы собираем дождевую воду Вы собираете дождевую воду, чтобы потом Да, 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 стекает И потом вы этой водой пользуетесь Поливаете огород Ну вообще, с водой здесь проблема, да? На Гавдасе своей воды нет Нет, своя вода у нас, слава богу, есть Техническая, да? Скважина эта Питьевая? Откуда? Скважина получается Да Очень глубокие скважины О как Это у Алексея мастерская, да? Ну да Видите, вот эти все машины Обалдеть Они все на нем Алексей занимается ремонтом машин По ходу дела Алла объяснила, что сервиса для ремонта автотехники на Гавдасе нет И Алексей стал просто спасителем для автолюбителей острова Поскольку отправить машину Даже для небольшого ремонта на Крит Это очень затратно по финансам Да и по времени тоже Я был, конечно, в шоке Когда мы сюда приехали Здесь не было любое число Когда мы сюда приехали В каком году вы приехали? Первые наши ребята приехали в 98-м году Здесь не было дорог То есть вы ехали здесь уже были русскоязычные? Вы не были первыми? Ну, мы школа философская школа И часть из наших ребят Поехали раньше Мы приехали просто Угу А как вывели мы пояснись этот переход вместе Ну, конечно Смотрите, какое шикарное огородище Вот та самая влита Да Та самая влита, которую мы буквально Вчера, да, Паш? Да Кушали в таверне Вам может что-то помочь? Вы знаете, абсолютно ничего не надо Просто спокойно Подъезжайте Потому что, в принципе, все автоматизировано Видите, здесь Это я последние дни поднимаю А греки прям вот так оставляют влита У них вот так растет Я сколько видел, прям Да Не рассаживая Да Я так не люблю Потому что это дерево Просто просто Называется дерево О, как А я вам сейчас покажу У нас там шаг Практически в безжизненном месте Держать такой огород Потрясающий Там парник Такая жара Мы сегодня умирали просто У нас было ощущение Когда с гор подул ветер Что духовку где-то открыли Это почти Африка здесь Не, ну мы практически, да Уже мы на переходе Гавдос Это не совсем крем Вы тут заметили Конечно, конечно Это все по-другому Когда я приезжаю на Крит Я чувствую Алла рассказала Что когда она приезжает на Крит И видит там огороды Она понимает Насколько на Крите Все легко достается На Гавдосе За каждое растение Нужно бороться В полном смысле этого слова А здесь за каждое растение Нужно бороться Сегодня мы съедим первые огурцы Вот как У нас теплица Здесь нужна для того Чтобы защитить растение От ветра От солнца От ветра То есть это не теплица А холодница Получается так Да, здесь все наоборот Меня тоже удивилось Петрушка какая богатая Прям Ну потому что внутри подседка Да А у нас солнце петрушку убило Чуть-чуть как бы Гасит Гасит, конечно Конечно Довольно плотно Не было жгучего Шикарно Мы сделали теплицу С пленкой Такой парниковой Поскольку зимой здесь Очень сильный ветер Это просто все смяло Вот эту конструкцию сварную Вот так вот ее сложило Внутрь Тут ветра сильные, да? Настолько сильный ветер Здесь зимой очень сильный У нас сильные, а здесь наверное вообще Ну это острые перцы Это баклажаны с прошлого года Вот они некоторые Второй год пошли Да, да, да Это свежие О как Вот сейчас переключу Баклажаны второй год, нормально? Во всем мире они один раз родят Ну в второй год уже погнали Ничего себе Это что за муравьи такие? Это красные прям муравьи Это не муравьи Это солдатики мы их называли в детстве Ну вот они здесь Внездо прям, смотри сколько их Это не растение, вот они выбирают Это не его яд А вот сзади тебя уже кто, который сожрали Обалдеть Я такого не видел Это ж маленькие вот эти детеныши Их разбегаются наевшиеся А как же защищаете тогда огород? Чтобы вот это вот не поело Понимаете, если сильное растение Оно само защищается То есть химию вы не используете? А, нет Вообще нет Вообще-вообще Потом Как обалдеть можно Есть такой прекрасный русский препарат Микробиологический Байкал М1 Если вы слышали Нет, не слышал Удобрение Да, вот этим мы пользуемся Класс Это будет даже фасоль у нас Фасолька Мелит за дно Значит, баклажанное дикое дерево Вообще их надо прививать сюда Помидоры, баклажаны И будет на доносить Ты слышал, Пашу? Ну да Прививают баклажанами, помидорами И оно плотно Ну это дикий корень, да? Это прототип Ну понятно То есть получается, в принципе Чем привил, тем и плотно Ну из этого семейства А это что за ангар у вас? Вот это вот Мастерская Мастерская, еще одна О, класс Класс Уже арка получается Такая вырисовывается Вот, собственно говоря, влита Да, да, да Деревья Деревья, конечно Если они растут Им достаточно питания И места Да Просто, мне кажется Если ты живешь в деревне У тебя есть кусок земли Ну, глупо Не использовать его Да, да Потом мы же живем Все-таки в удалении от Крита Да это же столько труда Да, потому что кашля Это длинный Можно яму копать Потому что на воду Это круто Все круто Субтитры сделал DimaTorzok Также мы узнали о том Что на Гавдусе Никогда не было коронавируса И многие люди Которые боялись Его подхватить На большой земле Прятались от него Здесь На острове Поэтому этой зимой На острове Жили около 250 человек Вместо обычных 50 Ну что ты можешь сказать Паша Потрясающе Люди Можно сказать Оторваны от цивилизации Оторваны от всех влаг Сухой земли Практически Можно сказать Песок Безжизненный Своим трудом И водой Сделать такое Когда мы приехали Все наши знания Чтобы организовать Свою систему Электрическую Ну то есть Вы не только себе Вы в принципе Всему гавдусу Помогаете И помогают До сих пор Может быть вам помочь Затем мы пошли Смотреть Жилые постройки И служебные помещения Удивлений И легкого шока Здесь было не меньше Жизненная сила Этих людей Продолжала удивлять И поражать Здесь у Алексея Столярная мастерская Греки приезжают Дают ему заказы Алексей мастер На все руки Буквально На все руки Сказала Что все Все практически Гавдаччане Всю технику Везут к нему Да Постоянно Вот у него Здесь машины стоят Это ждут своего Ремонта Так сказать Ждут своего часа И вот На таком обрыве Они живут Охренеть Других слов у меня Не находится Извините Нашего окна Утро Африка Да Именно тот случай Африка там Чтобы вы понимали Пятьсот километров И при хорошей Видимости Возможно Видны ее Берега мы спросим обалдеть алексей мы пропустили здесь что это вы построили какая прелесть вообще ничего не было вы посмотрите камешек камешку все сложено с любовью аккуратно все затерто просто эту работу знаю алексей каменщик я каменщиком на крыке работал 8 лет поэтому эту работу я знаю четко поэтому я просто понимаю вижу какие камни здесь положены сколько здесь правило было не бей лежащего не бить и не ломать камни только они есть и подбирать когда хорошая компания сейчас приеду Мы не хотели, выявляли нас со всей этой, давай сейчас вот всё это спадёт, мы вообще не приедем. То есть вас сейчас, мы вдвоём сейчас? Втроём. Втроём. Остальные как-то пока улевают. Приезжают уже в гости. Четыре дома, четыре. Везде нужно работать. Как вас на всё хватает? Я не понимаю. Я сам не понимаю. А, тут ещё и камин есть. Тут ещё и зимы. Важно, они зимы не россияры. Герои на хома, пану на термомоноси. Подорого. Вот так! Здесь в море. Не посидим. Здесь ворота. 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 И востал. Ворота. Приехавший грек В гости тоже приехал на экскурсию сюда И говорит, я уезжаю, говорит А этот ему говорит, ну подожди, по одной стопочке выпьем Ну ладно, по одной выпьем, потом поехали Вот так люди живут Лядов, вот сюда тебе надо приехать Показать, как люди живут И не ноют, и не говорят, что ничего не возможно Все, говорит, своими руками И очень, говорит, легко, когда есть компания И мы, говорит, никогда не торопились, мы не гнали Устали? Все, сели, сидим, отдыхаем Есть настроение работать? Берем и работаем Все очень просто Это аппарат для нагрева воды Из бутылок Представьте себе Аппарат для нагрева воды Из бутылок То есть за счет стекла Ты понимаешь? Нет Я тоже не понимаю, но очень интересно Очень красиво Нифига не понял, но очень интересно И кактусы красивые Кактусы, вон там, смотри, у них кактусы еще А море какое красивое Да, да, зеленое Надо было все зеленые бутылки подобрать Ну да Так, надо с этой стороны посмотреть Тут целый кактусовый сад Там, я так понимаю, туалет Типа сортир А здесь душевая, наверное Но это мы узнаем Нас не приглашали, поэтому я туда не пойду Вон шланг, куда заливается вода торчит Видишь кусочек Как она циркулирует здесь по этим бутылкам, мне интересно И циркулирует ли она вообще Как оказалось, вода там никак не циркулирует А бутылки использовались для красоты Ну и в целях экономии цемента И в душе днем освещения не нужно Опять же Думал, думал, но такое Я представить не мог Да, собаки? Как тебе тут живется? У тебя интернет есть? Подписывайся на канал Все, открытие с первых рук Увидишь свою мордашку там Да, собаки? Лили Собачку зовут Лили И каждый камешек, каждый камешек положен своими руками и с любовью То есть люди сами себе построили дом Пока мы с Пашей слушали Аллу на огороде Алексей рассказал Наде, что они тут уже стали местной достопримечательностью И к ним возят автобусные экскурсии Бывает и по 100 человек за один раз Если бы вы знали, сколько раз я повторила историю, как мы сюда попали Уже проще записать на диктофон и каждому давать послушать Эти брошюрки Так мы видео для этого и снимаем Чтобы они меньше рассказывали, чтобы больше людей услышало Чтобы они меньше рассказывали Да, все равно знаешь, как люди Ну да Один не увидел Да А сколько у вас детей? Да По себе знаю Ммм, как вкусно Да, он сладкий Алексей нас усадил за стол и предлагает выпить за знакомство Уже на столе у нас баклажанчики, мелидзанчики, огурчики со своего огорода И с морской солью Вот она в баночке стоит Сами собирают Да И водка, и я не удивлюсь, если он эту водку сам гонит А именно водка, а не раки? Ну, рачи-то, именно Сейчас узнаем Егор Егор Карья, адрес Спасибо Да мы в этом роде как к вам Да, к вам Грек по имени Андреас ни после первой, ни после второй уходить не торопился Поэтому задуманное интервью совершенно не клеилось Да еще и ветер, который нам мешал на протяжении всего дня Алексей, нескромный вопрос, сколько вам лет? 58 58 Красавчик Красавчик вообще Я знаю, на 28 я выйду Ну, на 28 нет Но для 58 супер Вообще, да Тем более, учитывая, что пьете, курите Или можно на ты? Можно Можно на ты Нужно Учитывая, что пьешь и куришь Ну да И учитывая, сколько мы пьем Нет, ну это уже отдельный вопрос Пьют все Сразу, сразу вопрос Пьет тяжелый, в принципе, все равно Относить на такое саре Ну да, все время борьба Ветер, пыль, шум, море Все время борешься с климатическими условиями Ну а почему сюда? Неужели других мест не было? Ну знаешь, мы линия трудности Ну это да Интересен процесс преодоления трудности Ну да, с одной стороны Ну и долгие истории А потом сейчас покольше расскажу вам Понятно А водочку сам делаешь, нет? Нет, нет Делали, нет времени Не успевать Ну попытки были? В этом году это вообще катастрофа Попытки были делать? Делали, почему? И пиво делали, и вино, и все делали Здесь есть русскоязычный кот Рысик Откликается на кис-кис Маленький такой по сравнению с нашим Мурзиком Да? Рысик, ты мой мальчик Вот, вот Не то что наш Мурзик Паш, смотри, красавчик какой Наш Мурзик на руки вообще не залезает И не любит, когда его берут на руки Он распрыгивает А этот прям сам запрыгнул Красавчик вообще Избалованный котяра Знает, кому можно, да? Наше дальнейшее общение Происходило обо всем и ни о чем Как обычно это происходит за столом Где присутствует алкоголь Я не говорю, что это прям совсем плохо Душевные разговоры за жизнь тоже нужны Но я все это представлял совсем по-другому Сценарию Поэтому многие мои вопросы остались без ответа А это может означать только одно Надо поехать на Гавдос еще раз Тем более, что я Эльвире обещал показать Это чудо-остров На этом я заканчиваю третью часть фильма И начинаю монтировать четвертую В которой вас ждут наши новые неожиданные приключения И новые знакомства с разными интересными людьми До следующей встречи Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»